Добрый день, дорогие гости и подписчики канала. Я вам всем очень-очень рада. В этом видео мы с вами обсудим дневник самопрограммирования, который набирает просто бешеную популярность в последнее время. Мы обсудим, что это такое, где он берет свои первоистоки, и также я вам расскажу, как я использую это в своей жизни. Вы на канале Magic Life, меня зовут Ольга Скляр, и со мной исполняются желания. Ставьте сердечки в комментариях, они участвуют в нашем с вами энергоотмене, и, конечно же, подписывайтесь на канал для поддержания баланса во Вселенной. Итак, что такое дневник самопрограммирования? Дневник самопрограммирования, по факту, это всего лишь запись ваших целей и желаний. Первоистоком дневника самопрограммирования можно назвать две техники. Вы знаете, что я виртуозно умею совмещать все несовместимое, и так работает Вселенная. Когда вы делаете что-то одно, оно работает. Когда вы делаете несколько действий для достижения вашего результата, оно срабатывает в геометрической прогрессии. Соответственно, дневника самопрограммирования у вас может быть два, их можно разделить на два типа. Или же, как у меня, об этом чуть позже, смотрите видео до конца. Он может быть у вас краткосрочным и может быть долгосрочным. В краткосрочном это сегодня или ближайшее обозримое будущее, а долгосрочные это ваши какие-то глобальные цели на жизнь. Может быть, даже без какого-либо особого дедлайна. Я имею два блокнота, в которых я опишу свои цели и свои желания. Неважно, верите вы или нет, так работает Вселенная. Каждое новолуние я пишу 108 своих желаний, 108 целей. Каждое новолуние, а также в энергетически сильные дни. Это зимнее и летнее солнцестояние, осеннее и весеннее равноденствие. Я пишу 108 желаний. Почему я это делаю, вы можете узнать из видео. Второй же мой блокнот. Ежедневный, каждое утро, точнее, можно сказать, предрассветное время. Я пишу здесь то, чего хочу достигнуть сегодня и в ближайшем обозримом будущем. До года, но не ставлю жесткого дедлайна, вот в ближайший год я хочу это получить. И это срабатывает. Что происходит, когда вы заполняете свой дневник самопрограммирования? Все дело в том, что ваш фокус внимания смещается от того, что вам не нравится, от того, что вас окружает, на то, что вы желаете получить в своей жизни. Это работа с нашим подсознанием. Другой вопрос, что эту работу с нашим подсознанием всегда можно очень круто комбинировать с другими различными практиками, и именно поэтому оно работает еще мощнее. Многие говорят, что можно напечатать. Нет, мои дорогие, напечатать нельзя. Написано должно быть именно от руки. Более того, может быть, кому-то не особо понравится эта фраза, но если вдруг вы левша, я вас поздравляю. Все, что вы пишете, вы напрямую отправляете в подсознание. В каких-то других практиках на моем канале есть видео, в которых действительно нужно сесть и написать левой рукой. Это очень трудно, но изменения происходят колоссальные. Если не можете написать левой, напишите хотя бы правой. Оно лучше дойдет. И теперь, конечно же, четыре главных шага, четыре главных правила. Что, где, когда и как. Спокойствие и тишина. Лучше всего дневник самопрограммирования заполнять ранним утром. Когда вы еще не проснулись, но уже открыли свои глаза. Дело в том, что именно сразу после пробуждения наша связь с подсознанием очень-очень сильна. И все, что вы, весь новостной поток, который вы получаете, вы отправляете его в подсознание. Очень многие листают телефоны, ленты. Зря. Лучше всего все делать осознанно и менять свою жизнь в лучшую для вас сторону. И делать вашу жизнь такой, какой вы хотите видеть ее именно вы. Соответственно, энергетически сильное время, конечно же, рассвет. Незадолго до рассвета. Я очень часто просыпалась. И первым делом мой день начинается с чего? Сначала я делаю my ABC exercise. Затем я уже заполняю дневник. Почему так происходит? Спокойствие и тишина. У кого-то это медитации. У кого-то это дыхательные практики. Кто-то лежит с закрытыми глазками, слушает аффирмацию. Кто-то обращается, делает медитацию, просьбу ко вселенной. Сам факт, вы должны поймать вот эту волну, которая вас умиротворит. Когда вы будете слышать только себя. Когда вы можете побыть наедине с собой в настоящем моменте. И отправить то, что вы желаете, в свое подсознание. Раньше я это делала в 6 или 7 утра. А сейчас я это делаю примерно с 4 до 5. Я не знаю почему и как это работает. Мой организм встает в промежутке с 4 до 5 утра. Я делаю мои упражнения. Параллельно с упражнениями работаю с аффирмациями, проговариваю мантры. То есть вот все то, что я ежедневно выкладываю во вкладке сообщества. Все, что я пишу в телеграм-канале, я это делаю сама. А затем я уже, чтобы не пробуждаться до конца, я включаю фонарик на айфоне, приглушаю его, беру и записываю 10 целей. Почему очень важно делать это утром? Я пишу свой вот дневник, потому что я изначально, еще не проснувшись, в полудреме, в полусонном состоянии, отправила все эти установки, вот это вот самопрограммирование в свое подсознание. И в течение дня уже мое подсознание работает на меня. Я вижу новые возможности, замечаю то, что не замечала раньше. И все, весь день, все события внутри дня складываются в лучшую для меня сторону. Примеры формулировок я озвучу чуть позже, но фраза «Я всегда получаю все, что хочу. Благодарю». Она делает каждый мой день, я действительно получаю все, что я хочу в своей жизни. Второй важный шаг, второй важный этап, второе важное правило. Очень важно прожить свои желания. Что значит прожить? Второй и третий шаг я бы даже объединила. Второй и третий шаг – прожить эти желания. И желания должны быть лично ваши. Здесь все объединяется в правильную формулировку желаний. Желания у нас должны быть сформулированы в настоящем времени, без отрицательных частиц. В настоящем времени без отрицательных частиц обязательно с указанием ваших эмоций и обязательно с благодарностью. А также ни в коем случае нельзя пытаться повлиять на волю другого человека. В настоящее время утвердительная форма, без отрицательных частиц. Условно говоря, вы хотите автомобиль. Поймите правильно формулировка «я хочу автомобиль», вы через 20 лет будете его хотеть. А дальше важный момент – указание чувств и благодарность. «Я счастливая обладательница нового, роскошного Порше Каен в черном цвете с красной кожей внутри». «Благодарю». «Я счастливая», я указываю свои эмоции. Здесь не может быть другого варианта, потому что если вы не укажете эмоции, вы можете быть несчастным и больным, и хромым, а вам это надо. И момент по поводу благодарности. Все дело в том, что когда вы благодарите за то, что у вас уже есть, все то, что у вас есть, приумножается. И вот эта вот хитрость. Здесь вы благодарите за то, чего у вас еще нет. И оно к вам, поверьте мне, придет к вам намного быстрее, чем вы можете себе представить. Все дело в том, что когда мы пишем это, надо именно не просто написать, а постараться почувствовать каждой клеточкой своего тела. Здесь и сейчас. Я счастливая обладательница нового автомобиля Порше черного цвета с красным салоном. «Благодарю». И прям закрыть глазки можно и представить, как вы подходите к этому Порше, снимаете этот фантастический золотой бант, открываете дверь, сиденье отъезжает. Вы присаживаетесь в автомобиль, вдыхаете аромат нового автомобиля. Вы закрываете дверь, пристегиваете ремень безопасности, двигаете сиденье, заводите автомобиль, слышите этот звук. Вы проводите, прям ощутите, как вы проводите рукой по торпеде. А дальше вы нажимаете на газ и получаете истинное удовольствие от управления вашим автомобилем. Вот так вот нужно прочувствовать то желание, которое вы написали. Дальше. Что же делать с нашими любимыми членами нашей семьи? Во-первых, на волю другого человека влиять категорически нельзя. Хорошо, если не исполнится, но будьте готовы, что будете пытаться, еще и прилетит по голове. Это не относится к детям до семи лет. Но формулировать желание здесь очень важно экологично. Что в отношении детей, что в отношении вашего партнера. Например, в отношении ребенка. Я счастливая мама, здоровая, малыша, я вдохновляю его познавать этот мир, изучать актерское мастерство и добиваться выдающихся результатов плавания. Благодарю. В этот момент вы снова должны почувствовать себя счастливой мамой. Можно даже представить образ своего малыша, представить, как золотые потоки, как энергия жизни течет, и она все идеальна, и ваш ребенок смеется, улыбается, радуется. Вы можете представить, с какими горящими глазами он бежит на занятия, как он впитывает знания. И, конечно же, благодарю. В отношении партнера формулировка может быть следующей. Вы же понимаете, партнерские отношения – это не игра в одни ворота, это именно партнеры. Когда что-то делаете вы, что-то делают вам. Но не потому, что вы должны, а потому, что вы сами хотите сделать что-то для другого человека. Итак, я вдохновляю свою супругу прекрасно выглядеть, следить за собой, заботиться о своем здоровье. Я счастлив, что у меня такая красавица-жена. Благодарю. Или же я так счастлива, что вдохновляю своего партнера, своего супруга находиться на вершине успеха, зарабатывать какие-то суммы денег. Мы очень счастливы. Я счастлива видеть его на вершине успеха. Благодарю. То есть центром вашего желания можете быть только вы, а не кто-то другой. Когда желание направлено на себя, оно работает. То есть таким образом. Очень большая проблема, почему мужчина не хочет идти домой. А потому, что жена в халате с грязными волосами растолстевшая. Например. Жестко, но правда. Почему женщина не хочет приходить домой и все время пилит мужа? А потому, что он лежит на диване и пиво пьет. Так она ничего не сделала. Она стоит с грязными волосами, толстенькая в халате. Для кого ему стараться? То есть я не хочу выронить ничьи чувства, но на жестких примерах очень быстро все понимается. И четвертый, самый важный шаг, самый важный этап. Это ваши действия. Мы можем делать все, что угодно. Любые практики, любые ритуалы. Прописывать желания, делать поклоны. Но ничего не произойдет, если вы, написав свой список желаний, ляжете на диван и будете лежать. У вас будет звонить телефон, а вам будет лень ответить. Вы ничего не будете делать. Ну, не пролетит над вашим домом вертолет и не уронит на ваш дом сквозь монолитные потолки, монолитные стены миллиард долларов. Этого не произойдет. Что же происходит? Все дело в том, что когда мы работаем с нашим подсознанием, можем усиливать это любыми ритуалами, какие вы только желаете. Опять же, 108 желаний, они пишутся в очень энергетически сильное время. Независимо от вашего часового пояса, страны проживания и так далее. Это просто энергетически сильные дни, когда вся вселенная вам помогает. Почему бы это не использовать? И как это происходит? Вы послали запрос во вселенную, сформулировали желание, а дальше вы его отпустили. Все. Я честно не помню, что я написала там в свои 4 утра. Не надо вам после этого перечитывать. Все дело в том, что ваша жизнь так закрутит, что вам будет некогда. Вы будете только сидеть и писать новые, новые, новые цели, новые желания. А почему у вас не будет времени? Вот здесь-то и кроется весь секрет. Все дело в том, что вселенная начнет посылать вам возможности. Ваше подсознание будет работать на вас, и вы будете видеть эти возможности. И если раньше вы их не видели, они вас не вдохновляли. То есть, если бы вы вдруг раньше попробовали, они бы у вас не выстрелили. А сейчас, когда вы поставили же цель, загадали желание, как угодно можете назвать, очень много названий, смысл один. А когда вы увидели эту возможность, потому что до этого проработали все, у вас все получается. И получается лучше, чем вы можете себе представить. Однако, хочу напомнить, недостаточно работать с каким-то одним инструментом. Будь то списки желаний, будь то карты желаний, прослушивание аффирмаций. Нужно работать всегда и полностью в комплексе. На моем канале огромное количество информации. И начинать всегда, пожалуйста, помните, следует с того, что мы энергетически, это закон вселенной. Независимо, верите вы в это или нет, должны очистить место в нашем энергетическом поле, в нашем энергетическом пространстве. Избавиться от всех обид, от всех каких-то негативных мыслей. Заменить то, что мы упорно учили десятками лет, на то новое, что мы хотим получить. Самое главное, верьте в себя, и у вас все получится. Потому что человек, который изначально утром настраивает себя на успех, да, у меня все получится, да, я все смогу. Поверьте мне, у него все получится. Я благодарю вас за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось видео, для меня это очень важно. Делитесь своими комментариями, кто из вас ведет дневник, кто еще только планирует начать. Я буду рада все прочитать, все читаю, на все отвечаю. Ну что ж, всем классного дня!